В учебных заведениях региона прошли торжественные линейки, на которых 11-классники прощались со школой и принимали напутствие от своих учителей. И первый сюжет нашего корреспондента Натальи Чекин с последнего звонка в 46-й школе областной столицы. Молодые, нарядные, полные энтузиазма. Этот день они ждали с трепетом в сердце. И вот настал их последний школьный звонок. Не зря этот праздник хоть и радостный, но всегда с оттенком грусти. Ведь не так легко покидать стены родной школы. За эти 11 лет я узнала, что значит настоящая дружба, что значит человек, на которого надо наравняться. Наша классная руководитель стала нашей второй мамой. Мы ее очень любим, будем по ней очень скучать. Очень грустно прощаться с этими людьми, потому что они стали мне родными. Я надеюсь, что у них все сложится хорошо. Очень их люблю. Как и для выпускников, для классных руководителей, а по совместительству и супругов Александра и Евгения Гусевых, это последний школьный звонок. За их плечами более 40 лет педагогического стажа, 30 из которых они посвятили 46-й школе. Сегодня они отпускают ребят и прощаются со школой с тоской в сердце. С грустью провожаю. Мне очень жалко этих ребят, потому что класс у меня замечательный. Веду я их 7 лет. У меня грустно, очень у меня слезы на глазах. Впереди экзамены, впереди большая жизнь, в которую они должны пойти. Мы расстаемся сегодня и со школой, и с любимыми коллегами. С детьми, прежде всего, да, конечно. И с коллегами. Очень жалко, грустно. И вот с каждым днем, когда мы последние майские эти дни приходили, это просто вот каждый шаг, это какая-то грустинка. Идем по натоптанным тропинкам. Представляете, 31 год ходили, ходили, и вдруг без нас все будет не так как-то. В этот день в адрес выпускников звучали добрые слова. Учителя желали 11-классникам успешно сдать предстоящие экзамены, поступить в те вузы, о которых они мечтают. А главное, развиваться и не бояться трудностей. У нас замечательный выпуск. Два совершенно потрясающих 11-класса, на которых мы возлагаем большие надежды. Мы ждем успешной сдачи экзамена. Мы уверены, что вы поступите именно туда, куда вы хотите и мечтаете. И все в вашей жизни сложится. Напутственные слова выпускникам сказал и гость праздника, депутат Тверской городской думы, зампред комитета по социальной политике Дмитрий Нечаев. Удачи на выпускных экзаменах, на вот этом ЕГЭ. И, конечно, не ошибиться с тем направлением, которое они себе выберут в жизни. Потому что выбирать надо с самого начала, выбирать ориентир. И вот в нынешнем конкурентном таком сложном мире последовательно, с большим трудом добиваться своих целей, которые поставлены. Кстати, большинство выпускников уже сделали свой выбор, в какой вуз они хотели бы поступить. Санкт-Петербургский горный университет. У меня до 9-го класса было плохо с физикой. В 10-м начала заниматься. Решила ее в итоге сдавать на ЕГЭ. И вот так выбор пал на нефтегазовое направление. В этом году в Тверской области последний звонок звучит для 5336 11-классников. Напутствие всем выпускникам направил губернатор Игорь Руденя. Позади остались школьные годы, наполненные открытиями, первым опытом работы для решения непростых задач, радостью дружбы. Впереди у вас первые шаги во взрослой жизни, поиск своего профессионального пути. Всегда ставьте перед собой смелые цели. Сегодня выпускники на время забыли о предстоящих экзаменах и радостно провели свой последний школьный день. А впереди у них новый жизненный этап и покорение новых вершин.